Yes, I am Satochi Nakamoto. Теперь-то мы и добрались до истины. Теперь мы точно знаем, кто такой Сатоши Nakamoto. Это же Виталик Nakamoto или Сатоши Бутерин. Виталик Бутерин опубликовал вероятную дорожную карту развития эфириум, следуя которой сеть второй по капитализации криптовалюты сможет повысить масштабируемость, оставаясь при этом надёжной и устойчивой к цензуре. Центральное место в концепции занимает технология TheCaru Labs. Но перед тем, как я расскажу об этом подробнее, прими участие в розыгрыше на 150 долларов. Всего лишь нужно подписаться, поставить лайк и оставить комментарий под роликом. По словам Бутерина, для среднего крупного блокчейна характерна чистая генерация блоков большого размера и высокая пропускная способность, то есть тысячи транзакций в секунду при низкой децентрализации. Это связано с тем, что из-за размера блоков и, как следствие, эксплуатационных расходов, лишь немногие ноды полноценно участвуют в их производстве. Основатель Ethereum отметил, что Rulabs повышает эффективность валидации блоков, однако они решают проблему их централизованной генерации. По его мнению, есть два возможных варианта полномасштабного внедрения технологии. Либо все перейдут на один Rulab, либо сетевая активность будет распределена между несколькими решениями. В первом случае необходимо, чтобы на первом уровне Ethereum реализовали шардинг. При этом блокчейн должен быть способен хранить все данные доминирующего решения, распределяя их между своими сегментами. Мы получаем мир, в котором производство блоков централизовано. Их проверка базируется на принципе отсутствия доверия, и при этом децентрализована, а цензура по-прежнему отсутствует. Производителям блоков приходится обрабатывать огромное количество транзакций, поэтому на этот рынок трудно выйти, однако у них нет возможности проталкивать недействительные блоки. Альтернативный сценарий предполагает, что ни один из Rulabs-проектов не сможет захватить большую часть сетевой активности Ethereum. В таком случае экосистема будет иметь структуру, схожую с космос, то есть представленную несколькими независимыми блокчейнами. Связь между этими сегментами обеспечит кроссчейн мосты. Кажется, что такой подход позволит нам получить всё – децентрализованную валидацию, надёжную защиту от цензуры и даже распределённое производство блоков. Поскольку все Rulabs малы, и в них легко начать операции, но децентрализация производства блоков может оказаться недолговечной из-за возможности междоминного MEV. Бутерин объяснил, что архитектура, позволяющая генерировать блоки одновременно в нескольких доминах, создаёт возможность для арбитража. Помимо этого, по его словам, существует риск, что производство блоков на всех доминах будут контролировать одни и те же люди. Основатель Ethereum добавил, что возможными решениями могут быть механизмы аукциона на добычу блоков, то есть имплементация канала обхода цензуры. По словам Бутерина, блокчейн Ethereum открыт для всех вариантов, поскольку его дорожная карта ориентирована на Rulabs, поэтому его сторонникам не нужно выбирать победителей. Он также подчеркнул, что эта технология потребует года доработок и аудитов. Отличный проект, доказавший свою честность и надёжность, на котором можно делать большие деньги, это Inleaks.io. В этом проекте работает топовая команда по трейдингу, что показывает одни из лучших результатов на рынке крипты. В день на этом проекте можно делать от 3 до 9% ежедневные прибыли, с возможностью в любой момент вывести весь свой вклад с дивидендами. Я лично вложил в данный проект 1,5 эфира, то есть 7 тысяч долларов, и получаю ежедневно по 6% прибыли. Могу с уверенностью заявить, что проект надёжный, быстро обрабатывает выводы и даёт людям хорошую возможность заработать. Ссылка на проект в описании под роликом. Участок виртуальной земли по соседству с американским рэпером Snoop Dog'ом в проекте The Sunbox продали за 70 903 цент. Это 458 тысяч долларов на момент сделки. Сделка состоялась на NFT-маркетплейсе OpenSea. В начале декабря The Sunbox выставил на продажу 122 обычных и 67 премиум-участков виртуальной земли по соседству со Snoop Dog'ом на общую сумму 437 тысяч цент. Это около 2 миллионов 160 тысяч долларов. В середине ноября гейминговая платформа анонсировала частичный запуск своей метавселенной для ограниченного числа пользователей. На этом фоне токен Cent обновил исторический максимум на отметке 3 долларов 63 центов. СМИ узнали о планах Polygon привлечь до 150 миллионов венчурных инвестиций. А прежде чем я об этом расскажу, я напомню о розыгрыше. Каждую тысячу подписчиков Виталий разыгрывает 150 долларов. Среди всех участников будет выбрано 3 победителя, которые получат по 50 долларов. Чтобы участвовать в розыгрыше, нужно подписаться на канал, поставить лайк и оставить свой комментарий. Команда Polygon ведет переговоры с группой венчурных инвесторов о привлечении от 50 до 150 миллионов долларов посредством покупки нативных токенов MATIC. В числе участников потенциальной сделки по вложению средств входит Sequoia Capital India и StateView Capital. Согласно источникам, инвесторы могут приобрести токены с 20% дисконтом. Данные условия еще подлежат обсуждению. Также стартапу пришлось ранее столкнуться с требованием одного из ранних инвесторов – вернуть средства в период медвежьего рынка. Основателям Polygon удалось решить этот вопрос и продолжить развитие. Напомню, в ноябре команда представила решение для масштабирования Ethereum на базе ZKR Labs. В августе Polygon поглотила фирму Hermes Network, которая специализируется на этой технологии. Также в мае этого года в проект инвестировал миллиардер Mark Cuban. 6 декабря Чикакская товарная биржа CME запустила торги микрофьючерсами на базе криптовалюты Ethereum. Каждый контракт составляет десятую часть эфира. Эти микрофьючерсы расчетные и не предполагают поставку физического актива. На этом фоне цена второй по капитализации криптовалюты превысила 4 160 долларов. За последние сутки актив подорожал на половину процента. Биржа Binance анонсировала поддержку хардфорка Arrow Glacier в сети Ethereum, который состоится на блоке 13 773 000 примерно 9 декабря. В ходе обновления произойдет имплементация единственного предложения по улучшению сети Ethereum – EIP 4345. Оно вводит отсрочку активации бомбы сложности до мая 2022 года. Также будет запущена новая тестовая сеть на алгоритме консенсуса Proof of Work под названием Sepolia. Команда Binance предупредила, что за 5 минут до хардфорка закроют депозиты и вывод средств для всех токенов на блокчейне Ethereum. Влияние на торговлю активами события не окажет. Новых токенов по его итогам не появится. Возможность внесения депозитов и вывода активов откроется, когда специалисты биржи убедятся в стабильности обновленной сети. Binance также объявила о поддержке обновления SIP 012 в сети Stacks. Оно уже состоялось сегодня на блоке биткоина 713 000. Надежный проект, которым я зарабатываю по 9% прибыли в день, ссылка на проект в описании под роликом.